Здравствуйте, дорогие автолюбители! Купил я себе еще один «Москвич». Это будет какой-то новый проект, судьба которого неизвестна. То есть, что с ним будет, я еще не знаю, что с ним делать. Или просто поставить на ход и ездить как на таком повседневном автомобиле. Или, возможно, что-то интересное с ним произвести. Ну, это, в принципе, вы можете написать в комментариях, что и как судьба этого автомобиля дальше будет. Пока это интрига, я сам не знаю. Значит, давайте пробежимся, что, собственно, я взял. Итак, это «Москвич» 2140 SL, типа «Суперлюкс». От «Лилюкса» он отличается практически ничем. Ну, там, отличается немножко салоном. Но я бы не сказал, что в лучшую сторону. Единственное такое отличие – это более длинный задний редуктор. То есть, более скоростной. 3,9, по-моему, пара. Все. Остальное – это бампера. Там внешка – это вот колхоз. Это быть не должно. И немножко другой салон. Все. Значит, давайте посмотрим, что это вообще такое. «Москвич» пригнанный с какого-то непонятного сельчика. Побыл он немножко у городского владельца. Ну, то есть, особо тут ничего не поменялось. От сельских, скажем. Карбюратора под капотом нет. Прокуренный салончик вот такой вот пропаленный. Вот. Посмотрим, что у меня. В багажник заглянем. Нету замка багажника почему-то. Ну, из хорошего пути есть замок с сжиганием и дверей. Поэтому я не думаю, что у него была какая-то история непонятная с ней. Так, вот видите, карбюраторы. Это что у нас? Наверное, когда-то на ней стояло ГБО. Это типа такая нычка для ГБО. Типа от гайцовых впрятать. Ну, не знаю зачем, но это еще, наверное, пошло с тех времен, когда это было актуально. Вот такие вот крутые наклеечки. Какие крутые? Это колхоз полнейший. Это обязательно будет обдираться. Саймон. И просит он неправильную еду, кстати. Тут надо будет зачеркнуть двоечку. Или его можно отколпать и написать пятерочку. Так. Ну, собственно, и все. Первоочередные, которые здесь задачи будут, это поставить ее на ход. Просто заставить ехать. Настроить карбюратор, сделать зажигание. Там, отрегулировать сцепление. Посмотреть, прокачать гидравлику. Что с ней не так. Поколупаться с электрикой. А что будет дальше с этой машиной? Можете писать комментарии. Возможно, она будет, знаете, такое вот экспериментальное. То есть, сюда можно будет поставить бесконтактное зажигание. Там, двухконтурное, как кто-то уже писал в комментариях. Возможно, что-то можно сделать с головой. И вот такой проектик замутить. Типа, мы сейчас берем ее. Просто запускаем вот такую вот, какая она есть. Заправляем бензином. Там, пробуем замер. Пробуем там еще что-нибудь. Потом поэтапно, поэтапно, поэтапно. И так остаем. На несколько серий вы можете посмотреть, например, что конкретно, какая доработка дала вот такой вот проект. Начнем разбираться с карбюраторами. Как для любого такого москвича, купленного за подобную сумму, абсолютно нормально, что два карбюратора было в багажнике и ни одного под капотом. Так что, смотрите, что мы имеем. Один карбюратор. Дазовский. Ну, типа, Озон. Типа, там, Веберли. Я точно не знаю, вот в этих вот маркировках не разбираюсь. Но что тут интересно. У нас механический привод. Вот здесь вот привод пневматический. Естественно, нам интересней карбюратор на мехприводе. Поэтому из этих двух сейчас попытаемся собрать какой-то один более-менее адекватный. Что мы сделали? Переставили с одного дроссельный узел на другой, чтобы уйти от пневмопривода. Теперь вот на этом карбюраторе вот так вот это висит. Никому не мешает, там будет само двигаться. А дроссельная заслонка уже смех приводом. Почему так сделали? Потому что что-то в этом корпусе как-то перепускал ускорительный настоя, что-то там с клапанами. Наверное, он очень долго пролежал. И поэтому с ними возникли какие-то проблемы. Теперь по конфигурации. Я поставлю сюда в первую камеру новые жиклёрчики. Значит, у нас что тут? 112,5 топлива и 150 воздух. Диффузоры 22, первая камера, 25, вторая камера. Теперь ещё интересный момент. Вот этот вот корпус, он похоже москвичёвский, ну, самый его родной. Потому что жиклёр холостого хода находится вот тут. То есть, если в этом корпусе он находился вот так вот сбоку, как на всех тазиках, то здесь вот так вот это всё сделано. Ну, вроде чистый. Сейчас мы его ещё продуем. Носик ускорительного насоса 50. Мехпривод. Ну, собственно, всё. Жиклёрчики на месте. Можно ставить крышку, регулировать уровень. И осталось поставить экономайзер. Так, ну, естественно, так как карбюратор валялся в багажнике, всех гайокреплений на него нет. Значит, стал он тут как бы на лес. Итак, карбюратор всё-таки не москвичёвский. Тут он расточенный, под шпильки вот эти разнесённые. Дальше, что у нас интересного. Из машины в таком состоянии. Из-за системы зажигания какая-то. Значит, прошу обратить внимание. Значит, смотрите. Провод, провод от трамблёра. Вот он. И от конденсатора, кстати, сразу. То есть, система тут контактная. Конденсатор стоит всё как обычно. Идёт вот на какой-то такой блочок. На этом блочке у нас стоит тумблер. На три положения. То есть, я могу так себе представить, что оно делает. Значит, берёт, пускает вот этот вот сигнал. Или без всякого вот этого безобразия. Сразу в тушку, которая идёт. Контактная москвичёвская. Вот он, красный провод откуда-то здесь идёт. Да, вот он, кстати, отсюда и идёт. Без всяких этих прикольщиков. Просто сюда пускает. Можно пойти другим путём. Значит, переключив вот сюда. Запускаем. Вот это вот всё дело. Это какой-то то ли газоновская, то ли что-то такое. Честно, вот не помню, чьё оно. Но это классическая, скажем, бесконтактная система на датчике холла. А что-то вот, ну, типа Волговской, там где катушки индуктивности вот эти стоят. Или это просто усилитель зажигания. Ну, короче, сейчас не скажу. Я бы, конечно, от этого всякого кастом-шопа сейчас избавился. Мне что-то не сильно такие вещи нравятся, особенно так, как они собраны. В принципе, обычная контактная система здесь работает более-менее нормально. А в планах на будущее просто перейти на нормальный бесконтактный трамблёр. Хорошо, дальше, что у нас интересного? Это свечи. Мы только выкрутили то, что в ней стоит. Поставили мои бэушные дэнса. Ну, как бы, они абсолютно нормальные рабочие свечи. Просто, ну, моих критериев они не удовлетворят. У меня должно быть всё идеально. Сейчас на НЖК-шках езжу просто свежих. Не потому, что там дэнса хуже или что-то. Просто люблю свежие свечи всегда. Ну, видите, тут, значит, есть, вот, сделано в СРСР. Вот такой вот у нас нищетячок тут. Вообще, уже такое не увидите, наверное, нигде не купите. Дальше. Какие-то А17. Это 17-е калийное число. По-моему, вообще сюда 20-е должны быть, если я не ошибаюсь. Я уже, если честно, вот это вот, не помню, у меня уже как-то с современными маркировками. Потом гвоздь программы. Это вот этот бриск. Трёхэлектродный. Конечно, уже с обгоревшим центральным электродом. Вот. То есть, похоже, это с какой-то иномарки выкрутили. Который сказал уже, ну, типа, ну, куда с обгоревшими электродами ездить? В Москвич закрутили. Поездят ещё, типа. Ну, всё это выкинули. Поставили лёгкое БУ свечку Дэнса. Теперь проверяем зазоры. Поставили некоторые новые провода. Некоторые остались старые с вот такими колпачками. Я вот это не люблю. Вот это вот, эти экстамитовые колпачки. Ну, что ж, пока задача её хотя бы завести. Так, что тут ещё интересного? Значит, экономайзер вот этот вот. Вот это всё дело. Я его отключу как таковой. Сделаю его так. Сейчас покажу вам, как я на них всё делаю. Я не люблю вот эти пневматические. Если вот система с Оликсом мне даже чем-то нравится, экономайзером принудительного холостого хода, то вот это вот безобразие, если честно, ну, как-то, ну, совсем никак. Не люблю я это дело. И подключим напрямую к... Вот сюда вот. Ну, вы поняли, да? К самому экономайзеру. То есть будет эти прямой отбор разрежения прямо из коллектора в обход этих всех клапанов, которые просаживают холостой ход на перегазовках. Это мне очень не нравится. То есть у него очень низкое вот это вот глубокое срабатывание после перегазовки, когда газанул, отпустил газ. То есть он просаживает обороты где-то до 500 в минуту, и потом только включается, и двигатель как оживает. Ну, ну, херня полная, если честно. Так. Вот это всё, конечно, откинется. Все эти ненужные клеммы там вот эти. Замотаем. Лишняя, короче, морока сейчас с ними будет. Теперь попробуем уровень топлива. Вот я вообще ничего не менял, как бы. Крышка карбюратора валялась в багажнике, то есть там по полку что-то стучало, наверное, что-то на неё падало. Вот так вот пока беру, прижимаю, просто накачал, снимаю, естественно, до того, как подниму крышку. Оп, и посмотрим, что там у нас закачало. Закачало что-то мало. Уровень должен быть вот по центру вот этой наклонной плоскости. Вот так вот. По центру. Фильтр вот этот вот тонкой очистки перед карбюратором я посмотрел, открутил, всё там на удивление было чисто. Вообще, как-то пока всё очень гладко и странно идёт. И даже, что волноваться начинаем. Поднимем уровень вот таким вот образом. Просто беру поплавок и прижимаю вот так вот. Вообще, стандартно вот так вот берёте, ну, сейчас, может, даже угадаю, просто от руки прижимаете к верхней плоскости, и он как бы, ну, естественно, не полностью пригинается, зазор остаётся. И вот, на удивление, там, в 80% случаев, это и получается идеальный, скажем так, уровень топлива. Сначала вы берёте, и вот он просто отгибаете, на всех, ну, почти на всех этих озонах. Я уже точно не скажу. А потом, оп, от руки и прижали. Так же, кстати, и на соликсе. Значит, почти получилось вот таким вот образом. Ну, чуть-чуть пришлось отогнуть обратно. То есть, немножко перелило. Вот, смотрите, сейчас вот, вот, линия бензина вот так вот идёт. То есть, чуть выше половины, но, понимаете, машина стоит немножко под уклоном. То есть, это всё более-менее допустимо. Сейчас собираем карбюратор, проверяем искру, попробуем проверить, что там даёт эта вот суперсистема интересная. А, тягу надо ещё поставить. А, вот она, вижу. Что эта система даёт интересное. И пробуем завести. Пока на бутылке, а там надо сбегать за бензином или слить с этой, жёлтой. И, может, даже получится сегодня что-то. Во всех подобных машинах, после того, как поставили аккумулятор, ну, тут с проводкой, конечно, творится что-то такое. Если честно, стрёмное. Вот два предохранителя вставили, которые самые важные. Нет, это же на зажигание не вставлю. И пробуем. Вот так вот. Даже не взорвалось. Круто. Так, ну, давайте приоденем. Приоденем. Поставим предохранитель на зажигание. Вот сюда вот. Вот. И попробуем даже покрутить стартер. Забавно это, наверное, сейчас будет. Только я не знаю, что это шерпит или где-то изоляция, короче. Вот динамик. Вот динамик. А, так тут ещё в штатном месте динамик. Ё-моё. Она крутит. Ну что, давайте попробуем. Искра есть. Топливо я закачал. Бутылку, правда, убрал. Так что она заглохнет, если заведётся. Через некоторое время. Не хочу, чтобы она под капотом болталась. Сейчас заправим уже в бак. Ну, странные, странные дела. Пока странные дела, если честно. Что-то похоже с зажиганием. Да, была допущена небольшая ошибочка с проводами. Привык я вообще к Волговскому трамплёру. Уж забыл. Ну, там, на 180 просто перекручены. Ну, попробуем. Ну, странно. Очень странно, что так легко и всё быстро. Экономайзер нам немножко подрегулируем. А ну-ка. А ну-ка. Понятно. Они не работают. Ну, длинность не работает. Ладно. Значит, из того, что я тут ещё заметил. Что она будет произвести. Ну, вот смотрите. Такие мелочи, как такие вот какие-то косы. Ну, с таким вот ездить нельзя. Но это ещё мелочь. Тут я уже времянку замотал. Тут был просто расплавленный провод. Который идёт с, получается, основного плюса на генератор. Ну, то есть зарядка. Зарядка аккумулятора. Полностью была поплавленная изоляция. Произвели парочку несложных операций. И машина завелась и работает вполне даже нормально. Отрегулировали, настроили карбюратор. Разобрали вот это безобразие. Просто поставили обычную штатную контактную систему. Ну, машина ещё холодная, работает без подсоса, работает вполне стабильно. Весок униз, как ни странно. То есть отсюда. Ну, чуть-чуть идёт, конечно. Но практически, как для москвича, редко в это состояние они попадутся. В принципе, по электрике пока там более-менее нормально. Я не знаю, идёт ли зарядка. Это мы ещё не проверяли. Это будет в следующей серии. А так, как ни странно, машина довольно приёмистая. Мне вот везёт на москвичи, а так, смотри, попадаются те, которые надо. Вполне даже, несмотря на то, что тут нет никакого тюнинга, вполне даже нормально работает. Сейчас она немножко прогреется, а я проеду чуть-чуть. Ну, давай. Коротенькая кулиса, вон, смотрите, под иномарочку типа сделана. Ну, смотрите. То есть, конечно, далеко не идеал, но немножко видеоцепление. Как бы, в принципе, неплохо. Мне что нравится в этой машине, это то, как щёлкаются передачки. Коротенький этот самый. И хорошая коробка. Она пока не крутится нормально, так, как хотелось бы. Но это мы продолжим. Как минимум, надо разобраться с люфтами в педали газа, потому что, мне кажется, просто не хватает открытия полной, ну, дроссельной заслонки. Ну, а дальше посмотрим, что будем делать. На этом эта серия заканчивается. По поводу выбора машины. Это будет в следующей серии. На что смотреть, на что обращать внимание, как выбрать более-менее адекватные автомобили за нормальные деньги, и чтобы потом не ввалиться в ремонт. Это просили меня уже в комментариях сделать в следующей. Ну, не в следующей, короче, через некоторое время будет серия посвящённая этому. Не только выбору именно москвича, вообще, вот, машин примерно этого года выпуска, там, на что обращать внимание и так далее. Так что, кому интересно, подписываемся на канал, ставим лайки, и до скорых встреч!